Ваши огороды забрать никто не может. Тема сохранности огородов за их владельцами стала основной на встрече садоводов из кооператива «Энергетик» и «50 лет октября». Напомним, что именно на их земле, согласно генеральному плану развития города, через несколько лет может появиться новый жилой микрорайон Нефтекамска. Правда, сами садоводы такому повороту событий не рады, ведь заветные четыресотки для многих из присутствующих – отличное подспорье на старости лет. Они нас кормят. Для души мы там бываем вечерами, выходные дни. Тем более, это близко от города, недалеко. Можно пешком дойти, можно и с внуками, и с детьми. Это прекрасно. Там у нас все. Считайте, вся жизнь свободная у нас проходит в огородах. Поэтому я тоже против сноса этих огородов. Многих, в принципе, возмутила вероятность возведения на этой земле многоэтажек. Строительство многоэтажное там все равно нельзя будет везти, потому что это болото. Мы знаем, что в восьми метрах уже полные колодцы воды. Многоэтажное строительство там, по-моему, невозможно. Отметим, что решение о том, что на территории старых садов-огородов возможно строительство многоэтажек, было принято в конце января текущего года. С тех пор инициативная группа от садоводов прошла ни одного чиновника в поисках ответов на свои вопросы. Прежде всего, их интересовало, смогут ли какие-либо организации забрать у них участки без их согласия. Как выяснилось, нет. По крайней мере, такой ответ дали в городскую администрацию. Изъятие земельных участков не будет, так как здесь право собственности почти у всех. А изъятием земельных участков администрация на этой территории не занимается и не будет заниматься. Право собственности на земельный участок означает приватизацию земли. И если такая приватизация оформлена, то садовод вправе делать со своим наделом практически все, что угодно. Продавать его или нет, решать только владельцу. Следующий вопрос, который может возникнуть в этой цепочке, а по какой цене продавать? Известно, что сразу после проведения январских публичных слушаний по огородам скопщики предлагали за участок в 4 сотки по 150 тысяч рублей. Мы же попросили дать оценку таким наделам независимого оценщика. На данный период это где-то в районе 50 тысяч за сотку, по моим оценкам. И на стоимость практически не влияет отсутствие или наличие на участки построек, сараев, домов или прочего. Потому как все это будет сноситься. С учетом того, что участки будут распродаваться и застройщик будет заинтересован в том, чтобы выкупить последние участки, то последние участки будут уже самыми золотыми. То есть там ценник будет иной. В данный момент все зависит от решения владельцев участков. Ведь согласно закону, только они могут распорядиться закрепленной за ними землей. Правда, старшему поколению стоит помнить, что городу требуется развитие и расширение. А в одном из построенных домов вполне возможно поселиться и их дети. Лариса Миронова, Денис Кузнецов. Информационная программа. Время новостей.